День расписан поминутно. Зарядка, завтрак, лекции и семинары. Эту смену называют инфопоток. Обменяться опытом и проявить себя впервые собрались журналисты. Редакторы, корреспонденты, операторы, работники сайтов и радио со всех городов в край. У каждого свои задания. К примеру, телевизионщики каждый день снимают ролики для вечернего конкурса. Шанс появиться в кадре, да еще и в природных условиях, был не только у тех, кто давно привык к камере. На мастер-классе попытать счастье смогли все желающие. И сейчас за моей спиной проходит мастер-класс, который собрал всех телевизионщиков смены инфопоток. Команда журналистов из Сочи отличилась первый же день убедительная победа в конкурсе визиток. Из 22 представлений презентация столицы зимних игр была признана лучшей. Впрочем, цель сочинцев не только себя показать, но и у других поучиться. Если честно, у меня нет вопросов в профессии, потому что в профессии я тоже не один год и даже не пять. Мне просто интересно общаться с людьми, которые больше меня в профессии, которые знают другую журналистику, которые работают в других направлениях. Мастер-класс приехала провести Екатерина Менькова, заместитель директора гостелерадиокомпании «Кубань». Вопросы сыпались с разных сторон. Ребят интересовала жизнь за кадром, говорили о свободе слова и о будущем цифрового телевидения. Но разговор шел не только о журналистике. «Вот вы знаете, кем вы хотите быть через пять лет? Каждый. Я не требую сейчас какого-то ответа. Вот реально пять лет. А почему? Когда у человека есть свой маленький бизнес-план, свои жизни. Он пытается каждый Новый год, по крайней мере, так делаю я, каждый намечает себе цели и корректировать их вдруг, если они не получаются. Если они не получаются, я себе задаю вопрос. Ни маме, ни папе, ни руководителю района». Смене начинающих журналистов об истории беспроводного телеграфа рассказал Андрей Андреев, руководитель Вести-ФМ. Говоря о современных технологиях, он даже поймал в лесу сигнал американского радио. Собеседники, как отметил сам лектор, с ним были на одной волне, и разговор сложился удачно. «Каждый человек, он в вероятном жизни сталкивается с радио, то есть как потребитель, как слушатель. И видно, что если не профессионалы, то задают гораздо более профессиональные вопросы, нежели готовые профессионалы. Это очень удивительно, потому что им интересно, как это все делается». Инфопоток региона 93 сякнет к концу недели. 400 участников молодежного лагеря разъедутся по домам 3 августа.